Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня, конечно, событие, большое событие, которое касается всего нашего поселения. Это почтение памяти нашего односельчанина, нашего человека, который жил вместе с нами, который совершил подвиг. Чем этот человек отличался от нас? Практически ничем. Сегодня мы открываем парту героя. За этой партой может сидеть любой человек. Абсолютно любой. Абсолютно любой человек может учиться в этой же школе, в которой учился этот герой. Что же его делает особенным человеком? Особенным человеком его делает только один факт. Когда наступила необходимость выполнить свой долг, он его взял и выполнил. Не рассуждая, не перекладывая ответственность ни на кого, а просто надо было сделать, и этот человек сделал. Если бы этому человеку выпало жить, скажем, в мирное время, я думаю, что он выполнил бы свое предназначение, которое ложится на человека в мирное время. Скорее всего, у него было бы себя, дети. Скорее всего, это был бы человек, на которого можно было бы равняться. Но Господь судил так, что этот человек прославился именно воинским подвигом. Слава Богу, что, скажем так, достаточно маленький процент наших сограждан выполняет воинский долг в настоящее время. Времена у нас относительно мирные, но тем не менее мы с вами призываемся, каждый, на свое служение. И вот эта парта героя, это для нас должен быть такой маленький мемориал, по которому мы можем сравнить себя с этим выдающимся человеком, с рабом Божиим Петровым, который жил среди нас, учился в этой школе, и который уже своими делами вернулся обратно. Церковь знает очень замечательные обычаи. Церковь поминает усопших. Поминает усопших, потому что от любви Христовой ничто нас не способно разделить, даже смерть. И для того, чтобы память выдающихся людей продолжалась, для того, чтобы мы с вами помнили, то Церковь объявляет таким людям вечную память.